Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете 5 копеек 1926 года. Монеты изготовлены из алюминиевой бронзы, сплав меди с небольшим количеством алюминия. Гурт рубчатый с множеством вертикальных насечек. Лицевая и оборотная части монеты имеют выступающий кант по окружности. Дизайн полностью соответствует монетам 1924 года, но размер несколько меньше. Параметры монеты. Диаметр 25,2 мм. Масса 5 граммов. Толщина 1,5 мм. Сплав алюминиевая бронза. Гурт рубчатый. Монетный двор ленинградский. Тираж монеты. 14 млн. 697 тыс. экземпляров. Аверс монеты. Посередине крупной изображен герб СССР образца 1923 года с шести перевязями ленты на колосье их пшеницы, по числу языков ходивших тогда союзных республик. Герб упрощен и не имеет текста на ленте. Вокруг герба вдоль канта слева направо тянется надпись. Пролетарий всех стран, соединяйтесь. Надпись отделена от герба сплошной линией, начало и конец которой имеет небольшой завиток. В нижней части монеты указано название страны СССР с точками после каждой буквы. Реверс монеты. Вверху имеется крупная цифра 5, указывающая номинал. Под ней, слово копеек, оцентрированное относительно номинала. Ниже, год выпуска, 1926-й, еще ниже имеется круглая точка. По бокам вдоль канта расположены два пшеничных колоса, скрещенных внизу. Стебли колосьев имеют продолжение, проходят вдоль канта и в верхней части монеты соединяются вместе. Вдоль стебли имеется семь участков, состоящих из двух точек. Монета 5 копеек 1926 года имеет пять разновидностей, одна из которых специального чекана и в обращении не встречается. Начнем с первой разновидности. На аверсе монеты земной шар выпуклый, у ближнего справа к земному шару колоса две длинные ости. Средняя цена первой разновидности составляет 1000 рублей. Вторая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, у ближнего справа к земному шару колоса две короткие ости. Средняя цена второй разновидности составляет 1500 рублей. Третья разновидность специального чекана, и она полностью повторяет вторую разновидность. Отличия заключаются в улучшенном качестве чеканки монеты. Распространялись они в среде коллекционеров. Проводилось это через Советскую филателлистическую ассоциацию. В свободное обращение монеты не выходили. Это значит, что в бабушкиной копилке вы их не найдете. Что касается цены третьей разновидности, то точных данных нет, так как монета очень редкая, вследствие чего цена на монету будет договорная. Четвертая разновидность. На аверсе монеты земной шар уплощенный. Средняя цена четвертой разновидности составляет 600 рублей. Пятая разновидность. На аверсе монеты земной шар выпуклый, кант очень широкий. Средняя цена пятой разновидности составляет 25 тысяч рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok